Всем привет! Давайте обзор сделаем еще на одну программу 3D-шную. Это Autodesk MeshMixer. Прикольная программа. Все ссылки на канал, где есть уроки, хорошие уроки по этой программе, и ссылку на скачивание этой программы я дам в пояснениях в описании. Так, что может эта программа? Она может импортировать модель, может вставить базовую модель, сферы, план, открывать, можем открыть вот именно формат mix, mix-файл. У меня его нету, поэтому объяснить его не смогу. 123D вот это, это здесь уже с интернетом связана галерея, где вы можете ввести и будут загруженные модели, которые вы можете здесь использовать. Так, дальше, ну давайте включим зайца. Вот, базовая такая штукенция у них. Прикольный заяц. Так, на нем объяснять я ничего не буду. Я не знаю, какая у него, как он сделан. Вот он пустотелый. Получится на нем объяснить? Нет. Давайте я просто включу свою модель, на которой мы уже тренировались многое делать. Она работает хорошо, показывает хорошие, так сказать, результаты. И вот давайте на ее примере. Сейчас объясню в краткости, как все это работает. Так, нажимаем клавишу T. Высвечивается вот такая у нас рабочая штука, сфера. Вот так мы можем здесь передвигать, регулировать. Так, все, модель лежит. Жмем Enter или Accept. Вот здесь вот внизу на вкладке. Так, что теперь мы можем сделать? Теперь можно в этой программе ее разрезать. Приближение колесика. Крутить. Правая кнопка мыши. И левая уже регулирует полностью, работает с направлениями, там, со шкалами. Так, теперь давайте попробуем обрезать ее. Нажимаем Edit. Вот план Кут. Кут обрезать. Нажимаем. Ставим так, как нам надо. И вот здесь выставляем Слик Гроуп. А здесь ставим Делан Рей. Делан Рей. Делан Рей. Делан Рей. Пойдет. Так, жмем Ацепт. Так, вот у нас получилась полоса. Как теперь разделить? Опять же в Гроуп заходим. В Эдит. И жмем Сепарейт Шелс. Нажимаем. Вот у нас теперь появилось в рабочей зоне две модели. И теперь жмем букву Т. и можем ее вот так вот раскидать на одном плане. Распечатать. Можно переключиться вот здесь вот. И можем вот так вот сделать. Видите, модели пустотелые. Распечатывать будет мало тратить материала. Все нормально. не надо ее даже в программе какой-то делать пустотелой. Так, что теперь? Жмем Ацепт. Все у нас нормально. Вот они на рабочей зоне лежат две штуки. Разместить их можно как угодно. Допустим, опять нажимаем Т. И вот этой вот можем штукой перевернуть. Смотрите на шкалы. Шкалы. Вот так вот. Ну вот так она не распечатается. Когда будет здесь печатать, будет стекать пластик. И будет здесь ужас что. Так что, давайте вернем все это дело назад. Тем более распечатывать мы не будем. Все, что еще тут можно делать? Можно скульптить. Не так, что прям большой набор кистей, но в принципе подделать. Вот можно ее вот так вот загладить. Модель. Сделать ее гладкой. Так, что еще можно? Можно ее вытягивать какие-то части. вот вы видите. И регулировать вот size. Лазинес какой-то. Симметрию можно вот устанавливать. В принципе, ничего тут такого сложного. А вот он, наш принтер. Вот здесь вот клавиша. Можем распечатать все это дело на принтере. вот так вот. Вот можем вставить наши модели. Трансформация. И короче тут с размером чуть-чуть у нас модели. Маловато. Вот здесь можно выставить размеры нашей модели. и потом распечатать все это. Вот так она будет печататься. так. Так. Ну вот. Обзор вроде нормальный. Также можно здесь добавлять части тел. Вот здесь армия. Так. Это что? Уши. Звезды всякие. Руки. Символы. Вот их можно вот так вот перетаскивать сюда. Вот восклицательный знак. Теперь можно поставить армию. Армия. Вот рука. И так далее. все это можно соединять. Словом. Смотрите уроки. По ссылке. Которые я оставлю. И будет вам все понятно. Там все быстро объясняется. Все. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok